К специалистам детской клинической университетской больницы теперь можно попасть удалённо по телефону и видеозвонку. И такой возможностью уже воспользовались несколько сотен пациентов. Анастасия Дьяконова расскажет, как попасть на онлайн-консультацию. Лечить на расстоянии научились врачи детской клинической университетской больницы. Из распространения COVID-19 в стране были отменены плановые обследования и операции. Но люди болеть не перестали. Поэтому в детской клинической университетской больнице специалисты перешли на работу удалённо. Теперь консультации специалистов здесь проходят онлайн. Я пульмонолога, конечно, не могу удалённо послушать шумы в лёгких. Но в то же время в педиатрии очень большая часть диагностики основывается на разговоре. И так мы можем решить очень много вопросов. У нас также есть договорённость. Если врач констатирует, что состояние не терпит отлагательства, мы призываем пациентов приехать в больницу. С прошлой недели специалисты проконсультировали пациентов онлайн уже более 760 раз. Попасть на удалённый приём можно как обычно, записавшись по телефону или электронной почте. Также необходимо установить у себя на телефоне или компьютере программу Zoom. Обязательно подготовьте все документы, которые хотите нам показать. Если они в бумажном формате, можно показать через камеру. Если они в электронном формате, то есть обучение, которое вам пришлют специалисты Центра обслуживания клиентов, и вы сможете показать и их. Врачи также советуют записать все вопросы, которые вас интересуют. Потому что из-за волнения родители часто забывают, что хотели спросить. Несмотря на онлайн-консультации, медики детской клинической и университетской больницы говорят, что в случае необходимости всем детям будет оказана первая помощь. Этим занимаются здесь всё это время, несмотря на распространение коронавируса. Однако, прежде чем приехать в больницу, нужно выяснить, как это сделать. В случае срочных и острых случаев стоит звонить 113. И уже там вам посоветуют ждать автомобиль скорой или можно отправиться в больницу на личном авто. Всё из-за COVID-19. Если вы приходите даже с травмой, пожалуйста, предупредите, что у вас также кашель и насморк. Чтобы те, кто будет вас распределять, знали, куда вас пристроить, дать ли вам средства защиты. Сейчас в приёмное отделение детской больницы в Риге может попасть только пациент-ребёнок и один сопровождающий его человек. Отмечу, онлайн-консультации доступны и в других медицинских учреждениях. Отдельные специалисты принимают по видеозвонку в СЛЭБС-центр Счетри и Огрской районной больницы. И некоторые страховые компании уже готовы возместить плату за такой удалённый осмотр и совет. Мы понимаем, что в нынешней ситуации появились трудности с доступностью амбулаторных услуг. Поэтому мы решили пойти навстречу клиентам и оплатить онлайн-консультации специалистов. Вернуть деньги за онлайн-приём можно, подав документ, подтверждающий платёж. Анастасия Дьякнова, Айгарс Ковалевский, СЛТВ.